Привет, мои хорошие! Я несказанно рада, что наконец, после довольно долгого перерыва, могу приступить к завершающему этапу строительства ЧПУ станка, а именно внутреннему столу, на котором будет лежать лист металла, он будет с вытяжкой и поддонами для обрезков. Каким он будет и с помощью чего будет сделан, смотрите далее. Спойлер! Я решила совместить полезное с приятным и попросила аппарат лазерной сварки для сборки внутреннего стола ЧПУ. Как вы уже знаете, у меня есть небольшой опыт работы с лазерной сваркой, но я хочу его расширить, потому что сварка маленьких кусочков металла это одно, а сварка довольно крупной цельной конструкции, на которой будет прикладываться определенная нагрузка, это совсем другое. Так вот, я хочу проверить и показать вам, как покажет себя лазерная сварка при сварке крупногабаритного изделия, насколько это будет быстро, удобно, удобно ли вообще и насколько сильно поведет металл. Потому что при обварке внешней рамы ЧПУ станка полуавтоматом металл довольно сильно повело. И еще важный момент, я хочу сделать не просто тест в моменте, а посмотреть, как этот стол поведет себя после лазерной сварки уже под нагрузкой спустя некоторое время эксплуатации. Ну что, хорош трындеть, погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребят, я же совсем увлеклась и забыла, что я даже не рассказала вам, что же за аппаратом-то я варю. Это ручная лазерная сварка IPG LightWelt XC мощностью 1,5 кВт с воздушным охлаждением. Стоит сказать, что это флагман среди ручных лазерных сварок. Относительно других он мощнее, легче и компактнее. И поверьте, я знаю, о чем говорю. Да и вы знаете, собственно, если вы смотрели мое предыдущее видео о лазерной сварке. Кстати, помимо сварки, этот аппарат умеет еще и зачищать, например, ржавчину, какие-то загрязнения, либо оксидную пленку на алюминии. Чуть позже вам это все покажу. Также расскажу о настройках аппарата, о его плюсах и минусах, которые я замечу в ходе работы. И поварим с присадкой, без присадки и сравним результат. Но чуть позже сначала нужно дело доделать. И, может, еще что-нибудь поразрушаю. Субтитры сделал DimaTorzok Допускается зазор до 0,3 мм. Здесь у меня получилось явно больше. Я немножечко ошиблась, отрезала чуть покороче. А запаса такой трубы у меня нет. Поэтому, как я уже сказала, придется перейти к тесту сварки с присадкой чуть пораньше. Осуществляется она следующим образом. Отдельно подключается подающее устройство. От него идет кабель-канал, который с помощью вот такого зажимчика фиксируется прямо на пистолет и меняется наконечник с пазиком, чтобы проволока подавалась прямо к месту сварки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, на данный момент готова основная несущая конструкция внутреннего стола. Она обварена. Внутри здесь будут еще некие короба для вытяжки. Но я еще пока не совсем определилась с их конфигурацией, как они будут организованы, чтобы во время резки вытяжка работала оптимально. И, возможно, вот здесь вот добавлю еще дополнительную точку опоры. Ну, в общем, посмотрю по ситуации. Не хочу заранее городить слишком много. И посмотрю, чтобы не было никаких провисаний кораблей, чтобы не была конструкция хлипкой. Но, так как я попросила аппарат лазерной сварки под свой проект, считаю, что я достаточно потестила его уже на этой конструкции. Поэтому предлагаю сейчас перейти к тому, чтобы познакомиться с тем, как его настраивать. А после поварим разные материалы. Посмотрим, как работает функция зачистки. И поделюсь с вами своими мыслями об аппарате в целом. Хочу начать с того, что в сравнении с предыдущим аппаратом лазерной сварки, которым я пользовалась, этот гораздо проще в настройке. В том плане, что у него много предустановленных программ, которые вы можете выбрать в зависимости от типа свариваемого материала и его толщины. Переключаются режимы вот здесь вот. И все, аппарат готов к работе. И режимы эти подразделяются на четыре категории. Непрерывная сварка, импульсный режим, режим прихваток, он же точечная сварка. И сварка с присадочным материалом. Ну или при желании можно выбрать режим ручной настройки и самому здесь уже корректировать мощность лазера от 0 до 1,5 кВт, его частоту от 0 до 300 Гц и ширину луча от 0 до 5 мм. И помимо того, что аппарат подсказывает вам подходящие параметры, он еще отслеживает и подсказывает, если вы где-то ошиблись. Например, если нет контакта сопла с металлом, то лазер не включится и выдаст вам вот здесь вот на табло ошибку. Вы можете посмотреть код ошибки в шпаргалке и понять, что не так, что стоит исправить. И также, если закрыт газ, то будет гореть предупреждение, а если газ открыт, то вот такой вот зеленый баллончик светится. Значит, все окей, можно работать. Да, само собой, газ обязателен. Помимо того, что он защищает сварочную ванну, он еще и охлаждает пистолет. И в зависимости от типа материала можно использовать сварочную смесь аргон-СО2, чистый аргон или азот. А, еще интересная фишка. Можно аппарат подключить к компьютеру или ноутбуку и отслеживать параметры или настраивать прямо оттуда. Ну что, по теории, собственно, все. Давайте продолжим практику, а именно, поварим еще нержавейку и алюминий. Алюминий 3 миллиметра, встык. Нержавейка 1 миллиметр. Ну, я хочу сказать, не полуавтоматом, не тик сваркой, вот так вот не сварить. Тем более, так быстро. Оцинковка полмиллиметра. Две трубы. 50 на 25 и 25 на 25. Сечение труб, как на внутреннем старыче полустанка. Ну, а теперь давайте проверим прочность соединения. Пошлите крушить. Я думаю, итоги краш-теста не требуют пояснений, да? А теперь давайте почистим ржавые кокульки со старой железяки. Ну, что вы скажете о лазерной сварке, друзья? Напишите в комментариях, а я хочу сказать следующее. Сварила бы я эту раму станка сегодня быстрее полуавтоматом? Наверное, да. Конкретно в этой сегодняшней ситуации. Поясню. Опыт работы лазерной сварки у меня мало. И к тому же был довольно большой перерыв. И поэтому, если я варила бы ее полуавтоматом, думаю, что да, я бы сварила бы ее быстрее. Но, если убрать из уравнения навык оператора, то объективно быстрее лазерная сварка. К слову, сварка тестовых пластин показана в реальном времени без ускорения. И, кстати, металл повело меньше, чем от полуавтомата. Ну что ж, давайте теперь подведем итоги плюсов и минусов этого аппарата. Что касается плюсов относительно других видов сварки, то это однозначно скорость, частота и практически отсутствие брызг, аккуратность и эстетичность швов и либо отсутствие необходимости, либо минимальная необходимость постобработки. А если сравнивать этот аппарат с аппаратом лазерной сварки, которым я пользовалась в прошлый раз, то этот однозначно мощнее, меньше и легче. Причем последние два пункта, наверное, раз в 5-6. И, кстати, у него более гибкий рукав, что все-таки упрощает работу. Также здесь есть функция зачистки, которую я не встречала ни в одном другом сварочном аппарате. И причем почистить можно не только ржавчину или загрязнение какое-то, а в том числе и следы побежалости на нержавейке после сварки без вмешательства химии. Также можно зачистить оксидную пленку на алюминии перед сваркой или, например, на анодированном алюминии локально очистить место сварки, чтобы никакие посторонние вещества не попали в сварочную ванну. Что же касается минусов, то первый и самый очевидный – это цена. Но все-таки лазерная сварка пока только набирает свои обороты. Я думаю, что в будущем, как и любая другая технология, она станет популярнее, массовее и доступнее. Второй момент – это расход газа. Внимание! 18 литров. И меньше поставить вам не даст сам аппарат, потому что газ выполняет в том числе и функцию охлаждения горелки. И я, если честно, была от этого поначалу в шоке. Ну, нифига себе, 18 литров, и это минимум. А потом до меня дошло, что все на самом деле не так страшно, как казалось изначально. Поясню на примере. Вот две пластинки из нержавейки. Чтобы сварить на нержавейке красивый, чистый, без черноты шов, нужно выставить расход газа порядка 15-20 литров в среднем, в зависимости от того, какую чашку на горелке использовать. И шов такой длины занял бы порядка одной минуты. То есть мы получаем расход газа за минуту 15-20 литров. Лазерной сваркой я сварила этот шов чуть меньше, чем за 10 секунд. Можете перемотать и проверить. И мы получаем в итоге на выходе 18 литров. Мы делим на 6 и получаем 3 литра за 10 секунд. Итого, в сухом остатке на одну и ту же деталь я потратила бы в первом случае 15-20 литров, а во втором 3 литра. Вот такая занятная арифметика. Что ж, друзья, все вышесказанное, мое субъективное мнение, основанное на личном опыте и его количестве. Постаралась показать все возможности внятно и коротко. Ну а выводы, конечно, как обычно, каждый сделает для себя сам. А я буду благодарна за лайк и коммент в поддержку канала. Подписывайтесь на меня также в Instagram и в Telegram канал. Ссылочки я оставлю в описании. Увидимся с вами в следующих видео. Всем мира! Субтитры сделал DimaTorzok